Привет! В связи с нынешними обстоятельствами в мире, у многих из нас появилось много лишнего времени, но также много страхов и желания поддаться общей панике. Вместо того, чтобы строчить тревожные комментарии и следить за страшными цифрами, предлагаю разобраться в ситуации, понять что можно, а что нельзя, а также занять себя чем-то на карантине. Карантинные условия у всех разные и зависят от места проживания, поэтому если тебе можно выходить на улицу, лучше ходить только в безлюдных местах и на свежем воздухе. Это не понесет за собой никакой опасности, если ничего не трогать руками и надевать маску. Вы скажете, но ведь обычная маска не защищает, и к тому же, если нет людей рядом, зачем она нужна? И будете абсолютно правы. Но маска защитит вас от штрафов и от лишнего внимания со стороны. Обычная медицинская маска плоха тем, что не плотно прилегает к лицу и оставляет отверстия, через которые мы вдыхаем воздух. А если мы уже возьмем респиратор класса защиты от FFP2 и выше, он защитит наши дыхательные пути от вируса, и за счет гибких вставок плотно закроет все щели между лицом и респиратором. Такой нужно обязательно надевать, если идешь в людное место, например в магазин в случае крайней необходимости. Любые очки на глазах также не помешают. Если идешь в супермаркет, на руки нужно надевать перчатки, но одноразовые перчатки по 100 рублей это слишком дорого. В больших супермаркетах есть стенды с дезинфектором рук, на которых также есть бесплатные одноразовые перчатки. Они не хуже справятся со своей работой, и их не жалко будет выкинуть сразу после использования. Берем! А чтобы сделать антисептик собственными руками, кроме спирта, нам понадобится глицерин для увлажнения рук. Его сейчас в аптеках не найти, поэтому мы взяли самую дешевую жидкость для вейпа. Она состоит в основном из глицерина, и к тому же добавит нашему антисептику приятный вишневый запах. Также мы добавили капельку пищевого красителя исключительно для красоты, и получили свой 100% эффективный, да еще и приятно пахнущий антисептик для рук. В магазине такой будет стоить в трижды дороже. Кстати, не знаю для чего тебе эта информация, но любой спиртовой антисептик удаляет всю информацию с чеков. Он не нанесет никакого вреда, и после высыхания от чека останется просто белая бумажка. Но чем же еще, кроме этого, занять себя на карантине? Первое, что приходит в голову, это, конечно же, спорт. Есть куча классных программ для тренировок дома, которые ничем не хуже тренажерного зала. При наличии минимального оборудования, можно заниматься хоть у себя на балконе. Нам же повезло больше, прямо за окном у нас есть огромное пустое и безлюдное пространство, где можно еще и побегать. Ну а если руки чешутся пойти на спортивную площадку, хоть это и запрещено, главное соблюдать правила безопасности и здравого смысла. На время занятий одежду нужно полностью сменить, а на руки надеть перчатки. Все так же надеваем маску для защиты от лишних взглядов, и занимаемся только при условии отсутствия людей вокруг. Так ты максимально обезопасишь себя, и сведешь вероятность заражения к минимуму. Но не забудь после занятий снять перчатки, дезинфицировать руки, переодеться и постирать всю одежду. Как я уже сказал, чтобы бегать, у меня под домом есть огромное пространство. Все мы привыкли заниматься спортом, параллельно слушая музыку. Благодаря удобным сервисам, сейчас мы можем зайти в любимое приложение и просто включить созданную персональную подборку. Меня очень радует то, что не приходится самостоятельно искать музыку и создавать плейлисты. Но в Яндексе позаботились о нас и создали раздел «Лучше дома», в котором собраны еще и подкасты, обучалки и много всего, что не позволит заскучать на самоизоляции. Раздел состоит из максимально удобных категорий под твое занятие или настроение. Достаточно просто выбрать, чем ты планируешь заниматься и начать прослушивание на колонке или в наушниках. Особенно меня порадовали разделы, точь-в-точь подходящие под ситуации из жизни. Хочешь потренироваться, отдохнуть у камина или уснуть под шум моря? Без проблем. Переходи на Яндекс.Музыку по ссылке в описании, а также используй мой промокод, который даст тебе 90 дней бесплатной подписки, а также доступ к кинопоиске HD и другим сервисам Яндекса. Если ты скучаешь за прогулками по улицам, на помощь придет гугл стрит вью, где ты можешь посетить любые места и бросить гугл человечка на улице своего города, чтобы тот по ним походил вместо тебя. Правда, это все быстро надоедает. На помощь приходит игра, в которой нужно не просто гулять, а отгадывать, в какой точке мира ты сейчас находишься. Но больше всего меня порадовало то, что здесь есть карты с практически любым крупным городом. Поэтому ты можешь соревноваться с друзьями, кто лучше сориентируется в твоих повседневных районах и улочках. Попав сюда, ты рискуешь заиграться на несколько часов. Вообще, карантин это лучшее время для сайтов, таких как, например, вот этот. Куда бы ты не поставил курсор, человек на фото покажет пальцем прямо на него. А вот, например, сайт, где можно посмотреть, как выглядела любая веб-страница в далеком прошлом. Вот, к примеру, YouTube в 2010, а вот он же уже в 2013 году. Фух, за всеми этими занятиями мы проголодались и решили что-то приготовить. Но ни хлеба, ни колбасы в холодильнике нет. Что же делать? Нам поможет сайт, который подберет рецепт из тех продуктов, которые есть у тебя. Мы, например, решили приготовить изысканный десерт, жареные бананы в кляре. Я даже и не думал, что он выйдет таким вкусным. Ведь внутри хрустящего теста сладкое банановое пюре. Особенно рекомендую попробовать горячим и с мороженым. Если же у тебя совсем ничего не осталось, сайт выдал нам рецепт всего из трех продуктов. И удивительно, но у нас снова получился вкуснейший десерт. Банановое суфле. Ну а если ты уже закупился туалетной бумагой, пришло время хоть как-то ее использовать. Можно построить из рулона в туалетке Дженгу, которая будет ничуть не хуже оригинальной. Нам с оператором так понравилось, что мы даже забыли о съемках. Также из туалетки можно сделать боулинг. Чтобы было интересно, нужно использовать тяжелые рулоны как кегли, а более легкие вместо шаров. Ну и поскольку лишнего времени у нас много, мы решили проехать за город в абсолютно безлюдное и красивое место. Ну что, узнали его? Да, спустя почти год мы решили проверить, что там с нашей капсулой времени и на месте ли она. Мы взяли с собой длинный штырь для зондирования почвы и спустя полчаса поисков не уперлись ни во что. Я уже было думал, что капсулы нет и сильно расстроился. Но затем оператор сказал, что капсула найдена. Мы принялись раскапывать небольшую ямку для проверки. И какова была радость, когда мы увидели белый и синий цвета. Это точно была она, белая капсула, обмотанная синей изолентой. Время все это закапывать и покидать наше место. Вроде бы не прошло и года, а уже так все поменялось. Но я верю, что вскоре мы все это будем вспоминать со смехом, перестанем носить маски и бояться друг друга, а жизнь обязательно вернется на круги своя.